всем привет это я аленчик добро пожаловать на мой канал и сегодня мы продолжаем шить маски если что на предыдущие маски оставлю ссылки в описании и сегодня мы шьем такую маску которая получилась как двусторонняя хотя я не планировала просто так получилось очень надеюсь эта маска вам понравится и вы будете использовать в общем желаю приятного просмотра и поехали что девчонки и ребята вот схема которую я нашла в интернете я померила ее и если хотите к этим размером добавьте припуск на 5 миллиметров и будет вам счастье я же оставила так как есть размеры потому что я буду шить из лоскуточков у меня другой ткани нету мои лоску точки ровно идут 15 на 15 и именно эти размеры у меня прям помещаются в ровень с моим квадратиком мне пришлось вырезать каждую деталь по отдельности и таких деталек я вырезала из одного вида ткани 4 штуки и из синей ткани две штуки то есть я собираюсь сделать трехслойную масочку такой анатомической формы похожие на топорик и теперь мы идем к швейной машинке и наши детали по цветам раскладываем следующим образом то есть лицевая сторона должна смотреть внутрь и стараемся не перепутать направление у этого топорика потому что одна сторона у него чуть выше другая чуть ниже более высокий уголок идет в сторону носика и как вы поняли синяя часть ткани идет на подклад одна цветная заготовка будет посередине другая с лицевой стороны я швы не буду ни разутеживать не как-то заутеживать на одну сторону или другую нужно просто все детали вывернуть на лицевую сторону и как я показываю на экране приутюжить все то есть шов должен быть встык и не нужно делать никакого канта не на одну сторону не на другую теперь обратно выворачиваем на изнанку и начинаем делать бутерброд складываем сначала синюю ткань с этой ткани который будет лицевой у нас они должны сложиться лицом к лицу соответственно швами в наружу и потом укладываем средний слой уже тоже изнанкой в наружу надеюсь вы понимаете о чем я говорю и проследите за тем чтобы каждая деталь смотрела правильно то есть у каждой детали есть вверх и низ там где нос и подбородок поэтому тоже за этим моментом следите хорошо поровняйте уже все края чтобы было все ровненько если нужно скалите все булавками и приступайте к шитью на швейной машинке если у вас ее нету то тогда берите иголку с ниткой и шейте стежком назад или стежком вперед уже как вам удобно в общем объединяем все 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 наши слои сначала по верху не забываем делать хорошую такую капитальную закрепку стараемся чтобы все наши центральные швы состыковались чтобы не было перекосов и прокладываем строчку уже на второй стороне то есть грубо говоря у нас почти готова масочка она уже прям похоже на такой клювик и хорошо что я сделаю изнаночную сторону не похожие на другие два слоя то есть мне четко понятно с какой стороны выворачивать ее вот эту деталь и теперь нужно все швы так переиграть чтобы они смотрели ровно вверх стык так сказать и сейчас пойдем на швейной машинке сразу без утюжки проложим декоративную строчку на 2 миллиметра от краешка вот как я сейчас показываю видите как она ровненько идет и прокладываем строчку с одной стороны и с другой пока боковые части мы не трогаем сейчас мы ими займемся вот как смотрится с изнаночной стороны вот как с лицевой стороны по моему хорошо получилось и для того чтобы у нас было за что закрепить резиночки на этой маске мы будем делать такие пазы заодно они будут и закрывать срезы и для этого я взяла свой квадратик 15 на 15 сложила пополам нашла середину при утюжила и с помощью карандаша и линейки я сделала полосочки 6 сантиметров на 15 и теперь мне нужно еще раз их сложить пополам уже чтобы лицевая сторона была в наружу при утюживаю таким образом мы знаем где у нас середина и теперь мы еще раз за утюживаем получается каждую из сторон к середине и у нас получается очень хорошая такая беечка со второй заготовкой поступаем также и теперь нам нужно примерить вот эту вот бейку по размеру нашей масочки по месту где нам нужно крепить резиночку и мы сначала видите загибаем один краешек внутрь то есть мы тоже должна здесь спрятать срезы примеряемся по маске отмечаем карандашом где нам нужно загнуть другую сторону и вот видите что у меня получилось такая приятная красивая заготовочка но это не все мне нужно чтобы не вылазили вот эти вот загибы в наружу и не мешали я как показано на экране просто загнула их таким треугольником и все теперь при утюживаем капитально вот эту нашу заготовку и теперь идем к швейной машинке для финальной сборки что мы сейчас и будем делать вкладываем так сказать до конца в бейку нашу основную деталь и прокладываем строчку и как видите я закрепку не сделала а почему потому что я дойдя до конца разверну полностью деталь и проложу строчку еще два раза туда и обратно можно конечно было бы так и не делать делать обычным путем то есть закрепка строчка закрепка но мне показалось что так будет надежнее и крепче в общем прокладываем строчку на 2 миллиметра от сгиба который смотрит во внутрь детали и вот что у нас получается то есть если бы мы не заутюжили все заранее то могло быть не так уж и ровно и красиво в общем проделываем ту же самую историю со второй частью нашей масочки и технически это была последняя строчка которую мы сделали то есть маска уже полностью собрана осталось теперь ее приутюжить что мы сейчас и будем делать и так сказать мы сейчас не только просто утюжим мы еще и дезинфицируем нашу масочку и каждый раз когда будете ходить в магазин вы должны будете ее стирать потом высушивать проглаживать и снова надевать в общем берем теперь резиночку такую тянущуюся хорошо у меня нашлась вот такая черная и я намерила 80 сантиметров и если до этого в предыдущих двух видео я делала маски которые одеваются за ушки то теперь мы будем делать такую которая идет через всю шею через голову и с помощью такого длинного крючка я захватываю резиночку протягиваю через первый пазик и допустим я ее протянула эту резиночку снизу вверх и теперь заталкиваю следующий пазик сверху вниз дальше мы завязываем такой крепкий крепкий узелочек проверяем его сто раз и лишние все хвостики подрезаем теперь нам этот вот узелочек нужно втолкнуть вовнутрь нашего пазика в принципе у нас все готово посмотрите как чудесно все получилось аккуратненько и ровненько мне очень сильно нравится вот эта система масок где она не одевается на уши одевается через голову потому что мои уши если потрогать просто так даже они становятся резко красные как у чебурашки в общем с этой масочкой я уже не расстаюсь и я ее прям люблю люблю ну что ребята и девчата надеюсь эта маска вам понравилась как видите технология не сильно сложная и на все предыдущие маски которые я сшила я оставлю ссылки в описании я надеюсь что я заслужила пальчик вверх за старание подписку на мой канал проверьте чтобы красная кнопка была серым нажмите пожалуйста на колокольчик чтобы не пропустить мои следующие видео и как вы знаете весь мой канал вообще посвящен практически шторном лайфхакам а это между прочим интересно на секундочку для девчонок особенно в общем я надеюсь что вы выполняете все предписания врачей сидите дома никуда не ходите не общайтесь ни с кем если вы ходите из дома берите с собой обязательно масочку и так как покупных уже нету так что шейте руками на швейной машинке как у вас получится времени вагон до конца карантина в общем желаю вам счастья здоровья крепкого такого знаете сибирского до новых встреч в общем и пока